23 декабря в здании администрации состоялось честование призёров и участников муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям». О нём говорят как о конкурсе, объединяющем поколения. И действительно, конкурсная работа – это результат творческого союза ребёнка и ветерана, героя труда атомной отрасли и строителя города-спутника атомной станции. Ценность этого конкурса в том, что он даёт возможность живого общения и является связующей нитью поколений старшего и младшего. Кроме того, стал участниками этого конкурса, старшие поколения смогли почувствовать свою сопричастность к истории города. В этом году конкурс прошёл в социальной сети ВКонтакте по двум номинациям. Видеономинация «Передай привет в будущее» и аудиономинация «Запиши подкаст о Созидателе». Церемонию награждения участников провели председатель Комитета по образованию Татьяна Токарева и заместитель главы Десногорска по социальным вопросам Александр Новиков. Мы можем узнать историю нашего города, нашего замечательного города прямо от тех, кто его устроил. И вот благодаря этому конкурсу, благодаря этому проекту вы вовлекаетесь в это, вы узнаёте лучше свой город, вы понимаете, почему он стал таким, почему он стал так развиваться, что его ждёт дальше, каким он был раньше. И здорово знать, а, соответственно, и любить потом то место, где мы с вами живём. Для участия в федеральном этапе конкурса «Одисногорска» было отобрано 64 работы, 41 видеоработа и 23 подкаста. Всего из 22 атомных городов на федеральный этап была направлена без малого тысяча работ. Илья Дерибас, ученик 4 класса, смог справиться и с такой конкуренцией. Его видеорассказ о семейной династии Смирновых оказался на третьем месте. Мы с мамой решили, что надо нам поучаствовать в этом конкурсе, что этот конкурс нас очень заинтересовал. И вот мы собрались и все вместе сделали вот это видео. Начали мы свой видеоролик с того, что показали прекрасное дерево туя, которое посажено на территории храма в честь нашей трудовой династии, атомной династии Смирновых. Который, я извиняюсь, перебью, уже больше 104 лет. И часть работы связана именно с активной, спортивной и творческой деятельностью. Летопись атомных городов через истории первостроителей ведется с 2016 года. Конкурс организован Госкорпорацией «Росатом» и некоммерческим партнерством «Информационный альянс. Атомные города».